У социалистов новый лидер Николай Рудьковский. Главой его сегодня избрали на съезде соцпартии. Создатель полицилы Александр Мороз с этим категорически не согласен и даже покинул партию о социалистических страстях Алексея Пшемызки. 20-й съезд социалистической партии Украины вместо тихого мероприятия для своих стал настоящим боевиком с преследованием. Внутри здания Центра избиркома, которая арендовала СПУ, несколько кордонов вооруженной охраны, во дворе спецназ. На улице самооборона Майдана и непонятные молодые люди спортивной внешности. А с конфликта отделял лишь этот забор. На съезд делегатам пришлось прорываться буквально с боем. Самообороновцы встречали социалистов с зеленкой. Требуют люстрации. Особенно я за то, чтобы эту партию заборонили. Будь кто, кто туда уйдет, он должен быть принят негативным обществом. Больше всего ждали Николая Ручковского. Машину политика к зданию не подпускали. Пока самооборона гонялась за кортежем, Ручковский пробирался в здание через заброшенный подвал. Внутри пустые столы, охрана и напуганные делегаты. Боялись не за свою жизнь, а за жизнь женщин и тех обычных людей, которые проходили мимо здания ЦВК. Это не по-европейски и вообще абсолютно не входят ни в какие рамки. Вход в здание от своих же взялись охранять афганцы. Так и не увидев Ручковского, самооборона отступает. У здания собираются неизвестные молодые люди. Почему они против социалистов, не знают. Внутри все-таки голосуют. На съезде социалистов говорят о единой и неделимой Украине. Я уверен, что на Донбассе в ближайшее время будет найден политический компромисс и воцарит мир. Но до того мы должны сделать все, чтобы каждый человек с Востока не чувствовал себя ущемленным. Социалисты поддержали президентский план мирного урегулирования. Первым делом решили выделить помощь беженцам из Донбасса. Алексей Пшимыский, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...